В студии Елена Кузовкина. Я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Заветная подпись в школьном дневнике. Смотрим, считаем, сколько пятерок. Вот это обалденно. За какие заслуги можно получить автограф губернатора? Купи кирпич, помоги спасти сереброплавильный. Барнаутцам предлагают внести личный вклад в сохранение исторического памятника. Они могут провести весь день в кровати. И их за это не уволят. Как правило, ночами офис закрыт. А вот дома ночью можно легко работать. Сегодня праздник у фрилансеров. А вы знаете, как можно получить автограф губернатора? А вот школьники края знают. Ради заветной подпись они хорошо и прилежно учились, за что в их дневниках и расписался Виктор Томенко. В Барнауле впервые прошел конкурс под названием «Губернаторский дневник». 13 мая 2019 года. Поздравляю. И как от такого волнения не растеряешься? Глава региона лично ставит в твой дневник свою подпись. Это финалисты конкурса «Губернаторский дневник», который провела редакция «Комсомольской правды Барнау». На протяжении третьей четверти школьники пятых-одиннадцатых классов трудились над домашними заданиями, контрольными и диктантами, чтобы получить как можно больше пятерок. В редакцию «Комсомолки» поступило 700 анкет со всего региона, но на встречу с главой края попало всего 30 счастливчиков. Каждый вечер сидели здесь, после работы считали, смотрим, считаем, сто пятерок. Вот это обалдеть. Я вот не помню, чтобы у меня было сто пятерок. Но мы смотрим, что следующего, сто пятьдесят, двести, двести пятьдесят пятерок. Триста, вот вы знаете, рекорд у одной девочки был триста восемнадцать пятерок. Вот мы взрослые больные невероятно гордимся и совершенно точно уверены, что если так и будете продолжать, то будущее нашей, нашей страны, нашего края, конечно, в надежных руках. Кстати, Виктор Томенко признался, у него никогда не было проблем с учебой, несмотря на то, что часто приходилось уезжать на спортивные сборы. После того, как отличники получили свои подарки и дипломы, они буквально засыпали губернатора вопросами. Например, ребятам было интересно узнать, какие предметы больше всего ему нравились в школе. Ну, наверное, математика. Какое-то время география. Очень физика нравилась, мне кажется, где-то под конец уже учебы, когда пошли какие-то сложные темы. В среднем у каждого финалиста конкурса губернаторский дневник по двести пятерок за одну четверть. Глава региона пожелал, чтобы школьники не просто охотились за оценками, но и впитывали в себя все знания, полученные за годы учебы. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. Кстати, в этот же день губернатор региона оценил и новую студию нашего телеканала. Виктор Томенко отметил, что теперь она выглядит современно и уютно. Также он пожелал творческого вдохновения и успехов нашей редакции. У каждой студии есть своя какая-то атмосфера. Она зависит, конечно, и от дизайна, и от оборудования, которое стоит, и определенным образом расставлены и воздействуют на тех, кто здесь появляется. Но самое главное, мне кажется, зависит от людей, которые тебя здесь встречают, о чем-то с тобой говорят, как-то подготавливают к тому, чтобы выйти в эфир. Еще раз скажем спасибо за эти добрые слова и продолжим. Иткульский спиртзавод подал заявление на самобанкротство. Документы поступили в арбитражный суд Алтайского края. Заявление пока не принято, поэтому прочитать текст документа невозможно. Известно лишь, что ранее счета завода были арестованы. Дело в том, что на Иткульский спиртзавод приложили долги его акционера. Тот просрочил выплату кредита, поручителем которого был завод. И теперь сумму долга 134 миллиона рублей требует с алтайского предприятия. Там уже прошла первая волна сокращений. Под нее попали почти 200 сотрудников. Еще часть в вынужденных отпусках. Всего на заводе в лучшие времена трудилось почти 500 человек. И хотя о возможном банкротстве здесь говорили и не раз, это заявление для местных жителей стало неприятной новостью. Ой, насчет банкротства для меня тоже новость. Я не слышал об этом заявлении. Ну как, что будет? Тяжело очень будет. В этот период в любом случае банкротства предприятия работать не будет. Ну а это тоже не выход из ситуации, мое мнение. Но оно и уже не работает, да? Оно приостановлено. Но вот спиртовое, насколько я знаю, в планах было в мае запустить. Тоже не на большой период, насколько мне было известно. Добавим, что Иткульскому спиртзаводу почти 150 лет. Это одно из ведущих ликероводочных предприятий «Край» и его дальнейшая судьба под большим вопросом. А вот судьба аварийных строений «Край» окажется решена. Известно, что до 2025 года в регионе планируют снести 473 жилых дома. Только в Барнауле это 203 здания. Среди них двухэтажки на проспекте Ленина, на пересечении с улицы Матросова и в районе Профинтерна. Также снесут некоторые дома на ВРЗ, потоки, несколько зданий на Никитина, Советской армии, в поселке Затон и не только. Расселять жильцов ветхих домов будут по всей стране в рамках федерального проекта. 10 регионов уже получили финансирование из бюджета страны. Размер доли на Алтайский край утвердят летом. Известно, что часть граждан получит жилье, другим будет выплачена компенсация. Попал ли ваш дом в число аварийных и планируют ли его сносить, пока узнать невозможно. Списки еще формируются. А вот внести свой вклад в сохранение спички могут все желающие. Необычная идея родилась у одного из архитекторов города. В чем ее суть, узнаете прямо сейчас. Архитектор Александр Деринг, один из организаторов субботников на спичке, предлагает барнаульцам внести свой вклад в создание кирпичей для реставрации исторического памятника. Информацию об этом он разместил в соцсетях. По словам архитектора, сохранившаяся часть заводской плотины требует срочных консервационных работ. И это желательно делать с помощью материалов, подобных тем, что использовали при постройке объекта. Один из барнаульских гончаров готов изготовить большую партию кирпичей по методикам 18 века из той же глины, которую добывали в окрестностях Павловска. Но на работу необходимо привлечь дополнительные денежные средства. Деринг предлагает организовать общественную акцию. Каждый желающий сможет оплатить создание своего, можно сказать, именного кирпича и таким образом внести вклад в сохранение памятника. А вот как будет поощряться участие в проектах, организаторы пока решают. Деринг отмечает, что подобные благотворительные акции активно проводят в европейской части России и в странах Европы. Это позволяет не только найти необходимые средства, но и привлечь простых людей в дело сохранения культурного наследия. Как можно стать меценатом, об этом расскажут организаторы акции во время проведения очередного субботника на спичке 18 мая. Илья Кочетков, День с толком. А сейчас новость для молодых родителей, у которых родился первенец. Теперь такие алтайские семьи получают новую меру социальной поддержки – ежемесячную выплату почти в 10 тысяч рублей. Пособия начали выдавать с прошлого года по поручению президента Владимира Путина. За 4 месяца 2019-го выплату за первого ребенка получили больше 6 тысяч алтайских семей. На эти цели направлено почти 250 миллионов федеральных рублей. Кстати, это пособие будет выплачиваться ежемесячно, пока ребенку не исполнится полтора года. А сейчас к другим темам. На календаре 14 мая праздник отмечают фрилансеры. О плюсах и минусах свободных художников расскажем далее. Это Екатерина Сапега. Ей 22 года. Она может позволить себе работать в кафе за чашкой ароматного кофе или дома на диване. Однажды Екатерина поняла – хобби должно приносить деньги. Девушка любит писать. Сейчас Катя – копирайтер, создает рекламные тексты. Говорит, на это способны не все. Внимательность, грамотность, усидчивость, потому что надо перерабатывать огромное количество информации, даже иногда в той сфере, в которой ты абсолютно не разбираешься. И плюс-таки качество такое, как желание писать и рассказывать о чем-то миру. Катя пишет и про индустрию красоты, и про научные прорывы. Говорит, сложно не только каждый раз изучать новую тему, но и организовывать себя. Ведь она вольный художник. Трудится, когда есть желание и время. Когда ты фрилансер, у тебя нет выходных, и ты можешь работать просто с утра до самого вечера. И тут важно как-то понять это, перейти к грани самому, обозначить себе время. Ну, это, наверное, приходится опытом. Нашему второму герою этого опыта не занимать. Он работает на фрилансе уже четвертый год. Илья Коломеец с детства мечтал стать программистом. Хотел пойти по стопам отца. Сейчас разрабатывает программное обеспечение днем на официальной работе. А по ночам пишет курсовые и дипломные для студентов. Мы, как программисты, любим работать по ночам. То есть нас никто не отвлекает, и мы сидим, работаем. Продуктивность кажется нам выше. И нам, ну, то есть в офисе, как правило, ночами офис закрыт. А вот дома ночью можно легко работать. Также ты сам решаешь, какую работу тебе брать, а какую не брать. Сегодня профессиональный праздник отмечают люди разных специальностей. Копирайтеры, программисты, журналисты, художники – все они работают на фрилансе. То есть сами на себя и для себя. Этот день в России празднуют недавно, с 2005 года. Именно тогда была создана одна из первых в нашей стране бирж вольных стрелков – портал «Фриланс». Екатерина и Илья, кстати, тоже имеют свои аккаунты на подобных порталах и точно знают, что никогда не посвятят себя полностью одному и официальному делу. Дарья Демиллер, Илья Петров, Александр Антропов. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза «Банк Восточный». У меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин